Приветствую, друзья! Ну что, противник абсолютно не смирился с такой громкой потерей укрепрайона Царская Охота, особенно обидевшись на заход себе в тыл через водосточную трубу. И вот пару дней назад неприятель решил провести либо разведку боем в данном укрепе, либо проверить на крепость нашу оборону и стойкость наших бойцов на ближайшем к нему опорном пункте и выдвинулся на двух десантных машинах в нашу сторону. С приближением к позиции наших ребят, одна машина прикрывала огнем своих пушек высадку десанта супостата, стремясь подавить активность в наших окопах. Высадившийся десант сходу вступил в стрелковый бой и под прикрытием огня страйкера продвинулся к ближайшему строению. Далее вышеупомянутые пушки боевой западной машины уже ничем не могли помочь штурмовикам противника, только если отсекать попытки наших бойцов атаковать нападающих с флангов. Наши парни, судя по всему, не стали ввязываться в плотный стрелковый бой, а получив команду на отход покинули эти развалины и передвинулись на более отдаленные позиции, как выяснилось позже, для возможности поработать над препарированием личного состава противника другим нашим боевым подразделениям. И пока наши ребята отходили, а противник еще только заходил на опорник, в его сторону уже выдвинулся рой боевых FPV-дронов под управлением наших виртуозов полетного и искусства. По сути, первый дрон догнал солдат-неприятеля, когда они еще только осматривались на занятом опорнике и не ожидали настолько скорой атаки. После первого взрыва в суете они попытались укрыться в остатках полуразрушенного строения с частью уцелевшей крыши, забыв в панике, что крыша может уберечь от вертикальных сбросов зарядов с дрона бомбера, но никак от FPV-BPLA, который является дроном Камикадзе и может залететь в любой проем, особенно в строении без окон и дверей. Уже через минуту бойцы противника в этом убедились, когда юркие и очень больно жалющие до состояния 200 осы стали залетать во все прорехи укрытия и жалить, жалить и жалить, детонируя под крышей строение одна за одной. Здесь стоит снять шляпу перед операторами, которые управляли и наводили дроны на цель, поскольку нужны долгие тренировки, чтобы наловчиться на большой скорости и влетать точно в проем и облетая преграды класть дрон точно в цель. Также стоит отметить умницу командира наших ребят, который вовремя отведя наших бойцов, направил на неприятеля дроны, подняв по тревоге FPV улей. Что касается неприятельских боевых машин, то о них информации нет, то есть их нет среди уничтоженных, а значит прикрыв высадку бойцов противника, машины свалили от греха подальше и правильно сделали, поскольку у нас нашлось бы пару дрончиков с противотанковыми зарядами от РПГ для такой легкой цели. Сам же личный состав неприятеля, участвующий в провальной вылазке, недосчитался двухсотыми четырех своих бойцов и кратно большее количество трехсотых, которые получили второй шанс на проведение переоценки своих взглядов и возможности не попадать более в поле зрения ходщик до солдат противника, смертельно ядовитых FPV, ОС. Так вижу, друзья. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ссылка будет в первом закрепленном комментарии к видео. Записать видео по всем текстам просто физически нереально, а потому читайте их именно в телеге. Всегда остро и с любовью к нашей стране, России. Также дублируйте в телеграм-канале видеоконтент с ютуба. Так, на всякий случай. Присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин